Школы Нижнего Новгорода продолжают готовиться к началу нового учебного года. Особое внимание традиционно уделяется пожарной безопасности. Так сотрудники МЧС проверили, как с этим обстоят дела в средней школе номер 151 на улице Панино в Советском районе. Смотрели в первую очередь, есть ли на стенах наглядное изображение, куда бежать, если вдруг где-то задымилось или загорелось, а также наличие первичных средств тушения огня. Действия в случае возникновения пожаров персонал, телефоны ближайшего пожарного подразделения, которые в районе выезда которого находится данное образовательное учреждение, и действия по подготовке и тушению пожара первоначальные с помощью огнетушителя. Здание оборудовано огнетушителями, огнекислотными, в соответствии с нормативами, заряжен вовремя, подлежит перезарядке в 2019 году. Помимо этого, школа оборудована современными средствами речевого и звукового оповещения о возгорании. Произошла сработка системы, соответственно, дан сигнал на эвакуацию, инструкциями прописан порядок эвакуации в учреждениях, поэтому сигнал начинается с помощью преподавательского состава, эвакуации сотрудников, и действия первоначальной кодушины пожара. Это место с круглосуточным пребыванием людей, куда выведены сигналы от всех систем активной и пассивной противопожарной защиты, системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, и в соответствии с федеральным законом 123, все здания данного типа класса функциональной пожарной опасности оборудованы системой передачи сигнала по радиокоммуникационной сети без участия человека. То есть, что это обозначает? Что система, срабатывая, передает сигнал о возникшем пожаре или загорании без участия человека сразу в Центр управления кризисных ситуаций Нижегородской области. И пожарные подразделения выезжают без участия, скажем так, сотрудников охраны, не нужно подтверждения, выезжают уже по вызову автоматически. Кроме того, регулярно ведется работа с обучающим в течение года, делаются тренировочные эвакуации, обеспечены абсолютно везде световые табло, и детям понятно, куда идти в случае непредвиденных каких-то ситуаций. Поэтому вот конкретно каждому 1 сентября, по большому счету, я бы не сказала, что это хлопотно, это просто постоянная работа. Проверка учебных заведений в Советском районе проходит в рамках сезонной комиссионной профилактической операции. Пока на данный момент образовательные учреждения, которые были представлены к комиссионной проверке, приняты в эксплуатацию государственным пожарным надзором к сезону, и в данных образовательных учреждениях замечаний в области пожарной безопасности отсутствуют. Всего на территории Советского района действует 17 школ. Проверку на сегодняшний день прошли 14 из них. Школа полностью готова к тому, чтобы 1 сентября принять детей. Дети будут находиться в полной защищенности, как с точки зрения режима охраны, так и, прежде всего, противопожарной безопасности. В этом году на подготовку школ района к учебному году выделили более 7 миллионов рублей, что позволило устранить нарушения, найденные ранее надзорными ведомствами. Всего же в областном центре 1 сентября должны распахнуть двери 165 образовательных учреждений.